Ребятушки, всем привет! Ну что, очередной коротенький видеоблог на тему морской аквариумистики. Ну, в этом выпуске мы поговорим не только про морскую аквариумистику, но и насчет всего канала в целом. Как вы все, наверное, знаете, YouTube замедляют, кто-то говорит, даже блокируют, и многие блогеры уже как крысы с корабля бегут на другие платформы. Короче, я сразу хочу сказать, что это все ерунда. Скачивается платный VPN и смотрится все то же самое в 4К разрешении без каких-либо проблем. С бесплатными VPN тоже работают, но они медленные, то есть в 2К разрешении вы точно уже не посмотрите видеоролики. Так вот, кто-то предлагает переходить на Яндекс.Дзен, кто-то на Рутюб, кто-то на ВК-Видео, но постоянные мои подписчики знают, что у меня уже давно есть телеграм-группа, да, также называется «Диванный моряк». Там я выкладываю что-то почаще, чем на Ютубе. Также еще год назад я создал группу в ВК и, соответственно, таким же названием «Диванный моряк» и пару видеороликов добавил туда. Ну, скажу честно, это как прям совсем запасной вариант, потому что для меня все равно остается основной платформой YouTube. И я по-прежнему хочу на ней также набирать подписчиков, набирать просмотры и, в общем, форсить именно свой канал на YouTube. И поэтому даже если видео будут выкладываться в ВК-Видео, они будут выкладываться, ну, наверное, на дня 3-4 позже, чем на YouTube. Ну, чтобы основная масса людей смотрела мой канал именно на YouTube, потому что мне так выгоднее на самом деле. Так вот, в общем, я никуда не ухожу с YouTube. Я по-прежнему буду снимать видеоролики. Да, летом сейчас у меня это не сильно получается, потому что я был очень сильно занят. Да, вот сегодня выкрыл немножечко время для видео и расскажу вам что-то интересное, наверное, сегодня. Хотя и немножечко неприятную для меня новость. Так вот, короче, все, уяснили. Я остаюсь на YouTube. А если вы хотите нормально смотреть контент на YouTube, просто скачивайте платный VPN и пользуйтесь, как раньше. Все, никаких проблем. Итак, ну, перейдем к той самой неприятной новости, о которой я говорил. Я сегодня не зря эту футболочку напялил, да? Орфек. В общем, недавно мой светильник Орфек начал немножечко дурить голову. А именно, начал отваливаться один канал. Голубой. Не очень хорошая новость. А именно, светильник Орфек начал ломаться. Да? Топовый светильник, по мнению крутых риферов, которые торгуют эксклюзивными кораллами и заверяют, что это самый топовый свет на всем белом цвете. Божечки ты мои. Смотрим. Ну, кто знает, как Орфек управляется. Показываю. Переходим в режим Quick. Вот у нас два канала сейчас включено. Синий первый, да, вот этот вот. И голубой. Убираем синий нафиг. А голубой канал отвалился. Крынь, крынь. Причем вентилятор на ползунок реагирует. Когда ползунок мы увеличиваем, прибавляем, да, вентилятор начинает сильнее крутиться. Но при этом ни хрена. Допустим, белый канал работает. Кстати, аквариум не чищенный, ну, пофигу. Белый канал работает. Желтенький канал работает. Синенький канал работает. Ультрафиолетовые два канала работают. А голубой? Вот голубой. Ни хрена. Итак, все выключено. Голубой канал включен. Подходим к светильнику. Вот что-то в барлю. Вот в этой вот области. Вот так вот. Тум. Фирма. Бренд. Я тащусь. Я крайне недоволен этим моментом. Вы знаете, покупая светильник Бренд, да, за сто с лишним тысяч рублей, ты меньше всего рассчитываешь на то, что через полтора года он начнет выкабениваться, да, что-то глючит, что-то перестает работать и так далее. И самое, знаете, что забавное и обидное, то, что на фраговике у меня стоят поп-блюмы дешевые китайские, купленные, два по девять тысяч рублей. И они без проблем, без обслуживания работают дольше, чем этот Орфек. Вот это для меня немножечко обидно. То есть тут я потратил на данный сетап света 180 тысяч рублей. Это два LED-бара, один светильник и оригинальные подвесы, держатели для LED-баров. Это приблизительно 180 тысяч рублей. И через полтора года мне светильник такой выдает, хей, наверное, я буду немножечко отключать иногда один канал. Ты не против? Нет, я против. Короче, связался я с, так скажем, дилером официальным в России, у кого, в принципе, и был куплен данный светильник. Это Андрей, наверное, многие его знают. Также у него кто-то светильники эти Орфековские покупал. С ними связался. Он сказал мне вопрос, что там рассказывай. Я говорю, так и так. Один канал отваливается. Он попросил меня отснять ему все диоды на видео, чтобы было видно, нет ли там сгоревших диодов. Сгоревших диодов не оказалось. Скорее всего, какая-нибудь появилась трещина, микротрещина в пайке. Ну, в общем, через недельку я отвезу данный светильник, так скажем, на ремонт. Он его отремонтирует и повешу обратно. Но пока буду везти ему светильник, надо найти подменный свет. Кстати, у меня в телеграм-группе. Ребята, большое вам спасибо. Предложили мне кучу подменных вариантов. Я это ценю, правда. К кому-нибудь я еще обращусь за светом. Так вот, отвезу и повешу обратно. И, в общем, расскажу вам, как прошел ремонт и насколько я, в принципе, доволен качеством обслуживания Орфеков в России. А именно работой Андрея. Так что, Андрей, смотри у меня там. Ну, на самом деле неприятная ситуация. Когда покупается светильник уже такого, скажем, бренд-сегмента, не хочется, чтобы он тебя через какое-то время, небольшое, два года, выходил из строя. Да, тут он из строя не вышел еще. Просто иногда отваливается один канал. И это уже понесло свои последствия в аквариуме. Поскольку я был, скажем так, занят другими делами, я это не сразу заметил. Прошла, наверное, неделя, может быть, две. А рыбу я продолжал кормить точно так же. Дозировать элементы я продолжал точно так же. А тем временем цвет одного из основных каналов периодически отваливал. Соответственно, потребление тоже снижалось. И у меня вырос фосфат, у меня выросла карбонатка. Ну, кораллы-то не так уже сильно жрут, да, все это. И одна колония кораллов облетела. Это обидно. Хоть она недорогая, но она выращена была вот из такого вот приличного колония. Я ее от нее периодически отпусывал, фраговал, то есть и на продажу выставлял. Это обидно. Но я думаю, здесь не только светильник виноват, но и я, что вовремя это не заметил. Как бы я еще раз вам говорю, что надо периодически проверять исправность работы оборудования. Хотя, когда у светильника отваливается один канал, мы это не в состоянии сразу заметить. Кстати, напишите в комментариях, может быть, кто-нибудь из вас тоже сталкивался с подобной проблемой, когда у вас выходил из строя брендовый светильник. Неважно, какой. Орфек, Родион, Илюмэджик или еще какие-нибудь, да. Вот я помню, когда у меня был Радиум, ну, это, естественно, не брендовый светильник, это светильник, собранный на коленке. Но и там были проблемы с микротрещиной. Именно поэтому я его понес потом в ремонт, и мне его благополучно спалили, этот светильник. И вместо него я купил два поп-блюма, которые по сей день работают без каких-либо сбоев. Вот это вот говно китайское, да, оно работает идеально. То есть, вот, ну, блин, мне этот поп-блюм абсолютно не нравится, да. Это просто свет как свет, и как бы, ну, светится ладно. Но он работает без сбоев. 18 тысяч рублей, два светильника. А тут сто с лишним тысяч рублей, один светильник, и через полтора года он мне такое выдает. Мне это неприятно. Но, надеюсь, все уладится, то есть светильник починится и повесится на свое место. Так что, ребятушки, на данный момент это вся информация, то, что происходит у меня в аквариуме, да. Он как бы вроде живет своей жизнью, все нормально, периодически я делаю подмены не раз в неделю, может быть, раз в две недели, был момент раз в три недели, но все нормально, как бы параметры до этого держались. PH, PH уже не 8,5, как я тут раз говорил, да, а уже 8,3. Ну, поскольку я начал дозировать углерод, это тоже как бы влияет на PH. Короче, в принципе, параметры все были в норме до того, как светильник начал свои вот эти вот выкрутасы. Так что, в целом, все нормально, кроме светильника. Ну что, ребятушки, я надеюсь, вам понравился данный видеоролик, и он был чем-то для вас интересен. Если да, то ставьте лайсы, подписывайтесь на канал и оставляйте ваши комментарии. Ну, а мы, как обычно, увидимся в следующем видеоролике именно на YouTube, именно на моем канале. Всем пока!